Чуть позже мы расскажем об авторитете. Сегодня правило другое. Скоро Новый год. И для марокозюбликов ваших мелкопотамов, паралям бубашечных, круче игрушек от Ориона нет. Уж поверьте мне. Ну и где Орион находится? По советской, до вокзальной. Там правый поворот в районе хладокомбината. Дорогие ваши папы и мамы, знаете, что без игрушек не может жить ребенок? Так, поезжайте в магазин Орион и покупайте ребенку игрушки. Ну так вот, господа, я тут вернулся из поездки. На Кубу я ездил. Что-то мне на Кубе очень сильно понравилось, да? К сожалению, сегодня день такой не самый хороший. Федаль Кастромин, ну бывает такое. Извините, 90 лет прожил еще и 635 покушений. Это тоже показатель, еще тот. Что мне на Кубе понравилось? Мне на Кубе понравились замечательные автомобильщики. Старенькие такие, хорошенькие. Они все из металла, естественные. Они абсолютно не ржавеют. В будущем я попрошу Инну, чтобы она привезла эти модельки. Они, конечно, хорошие, качественные. Но они денег, естественно, стоят. Но сегодня и сейчас я хотел бы своему предложить вот эти машинки. Alltimer. Чистые машинки из 50-х годов, сделанные в Америке. Эти машинки стоят дешево и вкусно. Поезжайте в магазин Alleron и покупайте такие дешевые машинки и вкусные. Бывают такие машины в магазине Alleron. И они стоят не очень долго. Вот сюда надо приезжать, потому что они очень хорошие и гладкие. И бывают всякие новые машины в магазине Alleron. Так вот, вот что я в своих руках держу. Трансформер. Помните, тот самый замечательный трансформер, сделанный из Dodge Charger. По-моему, Dodge Charger и был. Или я не помню кто. В общем, красивая штука. Красивая штука. Этот трансформер был за хороших людей. Там были не хорошие товарищи, а этот за хороших. Мужчин из стали. Причем это не мужчина из стали, это был настоящий трансформер. К слову о том, какое количество товаров здесь. Мы об этом говорили, я в очередной раз говорю. Каждый божий раз я сюда прихожу. Вы представляете, сколько, да? Уже четвертый год я сюда прихожу. И каждый раз я вижу новые товары, которые я хотел бы купить своему ребенку. Вот сегодня в этой земле можно копать снег. И строить из этого снега снежную бабу. И можно взять такую лопату, чтобы копать снег, чтобы строить снежную бабу и снеговика. Вот сюда надо поезжать, чтобы вы покупали чуть-чуть снега. Я уже вырос. Но для детей есть вот такие замечательные готарки. Вот сюда надо поезжать, потому что они стоят дешевле и не очень дорого. Это такие снега для детей. Вот такие лего очень хорошие, потому что каждый день вот здесь появляются новые лего. И они очень хорошие и дешевле. Надо покупать эти лего. А то вы не успеете. Вот мы должны собрать два лего. И когда мы соберем эти лего, мы поедем вот сюда и возьмем пару лего. Мы сегодня приехали в магазин Айрон и нашли вот такие хот-вилсы. И они стоят дешево. Приезжайте в магазин Айрон и покупайте такие хот-вилсы дешевые. Чем мне нравятся мужики наши? Мужики наши. Чем они нравятся? Понимаете? С тем, что у нас в детстве были уроки труда. То есть я всем объясняю, что рано или поздно вы, когда были детьми, вы над уроком всегда придетесь. Как правило, все мужики наши на уроках труда получали 4 либо 5 баллов. Так вот, давайте все-таки обратимся внимание к нашим детишкам. Детишки будут точно такими, как мы. А может быть еще и лусы. Я стараюсь, чтобы мой сын был лучшим. Во всем отношении. О, каски и инструменты, все остальное. Здесь уже есть. Да, про цену вообще не будем говорить. Вот девочки это будущие мамы. Вот бывают такие куклы и всякие вот такие игрушки. Вот если вот сюда надо приезжать и покупать девочкам куклу. Куклы всякие. Эта машина называется D-E-Cast. Она на радиоуправлении. Вы можете на ней управлять, а это хорошее качество, эта машина. Ну, наконец-таки я начал видеть лего, которые не стоят в 3 раза дороже, чем здесь. Эти лего вы можете купить в магазине Lenta.ru. Там цена, ну, скажем так, в 1,5 раза дороже, чем здесь. В принципе, все то же самое и получается. То есть есть такая штука под названием Китай, да? Все делается в Китае, да? Конструкторы лего также делаются в Китае. Не надо мне рассказывать сказки. Все делается в Китае. И кое-что, кое-что я вижу, что типа сделано из лего, но оно не типа лего сделано. Хотя по сути события то и получается. И мы говорим про Китай, про наш замечательный Китай. Вот две страны мне нравятся, точнее, три страны. Мне нравится Индия, где я бы отдыхал, мне нравится Куба, где я бы жил. И мне нравится Китай. Именно благодаря Китаю я летаю. Именно благодаря Китаю мы возьмем те замечательные лего, которые очень сильно нравятся моему ребенку. Вот они, разные. Причем количество лего здесь, в магазине Орион, гораздо больше, чем в других местах. Вот здесь есть такие тюбинки. Они очень хорошие. Можно лежать и на них кататься. А лучше на высших не кататься, потому что они... Они почему-то на них нельзя лежать, а тюбинки очень хорошие в санке. А потом, когда папа меня на лыжах научит кататься, я буду кататься на лыжах. Для меня я очень сильно люблю папу, но он нашел два таких хороших. И для меня у меня не было таких хороших, а для меня такого мужика он сегодня купит мне. А вот сегодня появились новинки такие. Это такая броня с пулями. И здесь такие оружия. А вот эти пули не настоящие для этого оружия. Поезжайте сюда и покупайте такие клевые оружия с броней. Вот так вот, вот так. Что в моих руках? В моих руках волейбольный мяч. Вот здесь этого в действительности много, да? Да, конечно, все это дело летнее. Но подождите, подождите. Ваш ребенок где сейчас находится? Он находится в детском садике. А в детском садике они должны играть в нормальные, грамотные, развлекающие игры. В том числе и в волейбол, и в футбол, и все остальное. Кроме всего прочего, ну раз мы говорим про детей, а дети это не только, вот, как мой целопед, которому еще 7 лет-то не исполнилось, а они также могут, извините, подвинуться еще и в школе играть. И все это дело есть и здесь. Причем, да, про цену, давайте все-таки про цену скажем. То есть цена здесь в 3-4 раза дешевле, чем в других местах. Вот это и есть магазин, Реван. Вот у меня есть уже такие санки. Я на них катаюсь. Когда мы с папой один раз катались на санках таких, и скоро папа должен купить такую санку. И приезжайте сюда покупать такие санки, потому что они очень хорошие и недолго стоят. Вах, как круто! И были бы вы такими, можно было бы и про вас такое сделать. Ну, а крутизня чуть позже мы говорим о качестве и о цене. Я уж честно прошел многих, а их не так уж и много. Так вот, круче Ориона я не видел. Круче Ориона, что на огромном месте складов города. Складов-то и нету, а Орион здесь есть. И вот вы хоть что мне говорите. Я просто весь город посмотрел и вообще во всем мире тоже глянул. То есть о чем мы сейчас говорим, да? Оптимальный и самый недорогой вариант, то, что находится за моей спиной. Реальный и самый недорогой вариант. Кто-то где-то может сказать, что у меня товара больше. Да, есть и такие вещи. Как правило, это сетевики. Что такое сетевики, да? В сетевиках есть большое количество товаров, но оно залежало. Здесь ничего не залеживается, да? К сожалению, сегодня, сейчас я не могу купить цену то, что я хотел бы, да? Но я это сделал и чуть позже. По одной простой причине. Я просто попрошу хозяйку, скажу, что ну привезите. И она привезет, естественно. То же самое, о чем мы с вами до того говорили. Помните про машинки? Машинок не было. Но рано или поздно Китай понял, что извините, подвинитесь, надо работать для России в том числе. И снизил цены. И теперь эти самые машины в три раза дешевле, чем они были в других местах. Ну, это какое-то такое правило, да? Конечно, моему сыну это все дело очень нравится. Конечно, мы когда с ним приходим, он понимает результат. Что круче, чем магазин Орион, он даже для себя ничего не может сказать. По сути событий. Есть немножко других мест. Их, по сути, немного. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим о качестве, то только магазин Орион. Продолжение следует.